Подпишитесь на YouTube-каналы и соцсети Спас и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 18 октября. Среда. Церковь молитвенно чтит память первосвятителей московских. В эфире «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день. Кто и почему выступает против канонизации Александра Суворова? Разбираемся вместе с Игорем Петровским. Вера и слово. Фестиваль средств массовой информации проходит в Москве. Помощь обездоленным врачи из Санкт-Петербурга лечат бездомных. Молитвы к митрополиту Петру Крутицкому. Почему храм в честь святого построен именно в Челябинске? Узнаем в рубрике «Наша церковь». Как приобщить своих близких к вере, объясняет протерей Максим Первозванский. Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Христос приходил на Землю вовсе не для того, только чтобы сообщить людям несколько новых теоретических положений. Он приходил, чтобы создать совершенно новую жизнь человечества, то есть церковь. Так говорил священномученик Иларион Троицкий. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами. Что наполнить этот день смыслом? И как всегда в начале часа короткая сводка новостей. Передаем слово Александре Михайловской. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Патриарха Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, главой Курганской митрополии. Перед началом встречи представитель Русской Церкви сказал собравшимся, что личная встреча с губернатором и правящим архиереем имеют для него большое значение, так как позволяют знакомиться с актуальной и достоверной информацией о жизни в регионе. Губернатор рассказал Патриарху о переменах, происходивших в экономике и социальной сфере области. В ходе беседы обсуждалось множество аспектов церковно-государственных отношений на региональном уровне, а также вопросы социального служения и развития церковной жизни в Курганской митрополии. Христианские церкви Иерусалима объявили день совместной молитвы о жертвах войны и призвали все стороны конфликта прекратить военные действия, чтобы спасти жизни невинных людей. Вместе с тем иерархи просят Израиль разрешить доставку гуманитарных грузов к газу, чтобы пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, что на сегодняшний день после ракетных атак из сектора газа Израиль объявил о полной его блокаде. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В совместном заявлении главы Иерусалимских церквей призвали верующих провести минувший вторник в посте и молитве за всех пострадавших в войне. Подобное заявление сделал и Папа Римский во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Он отметил, что за время конфликта погибло множество людей. Инициативу поддержал и Всемирный совет церквей. В зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось открытие Третьего Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. В этом году в съезде принимают участие свыше 600 человек из 52 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Открыл съезд и огласил приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла, председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В формате видеоконференции к участникам съезда обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. После открытия пленарного заседания участники съезда представили доклады о жизни и творчестве Сергея Рахманинова, гениального пианиста и композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире. Следующие выступления были посвящены проблемам современного клиросного пения. В ходе работы съезда прошли также обсуждения докладов, презентации тематических изданий, встречи и мастер-класс по пению. Первый день съезда завершился большим галоконцертом Патриаршего международного фестиваля «Свет Христов». Это пока все. С Богом в новый день! Комиссия по канонизации святых изучает обстоятельства жизни Александра Суворова. Не все знают, что великий плуководец был глубоко верующим христианином. В одном из московских храмов он пил на клиросе и читал часы. Какие идеалы помогали Сувору побеждать на поле боя? Об этом наш следующий сюжет. Знаешь ли ты трех сестер? Вера, любовь и надежда. С ними слава и победа. С ними Бог. Личность великого полководца Александра Суворова всегда привлекала внимание ученых и представителей военной науки. Но сегодня мы особенно нуждаемся в том, чтобы очистить его биографию от привычных советских штампов. Какие идеалы на самом деле помогали ему побеждать на поле боя? И почему именно он среди многих других выдающихся военачальников стал настоящей легендой, примером не просто успешной военной карьеры, но образцом стойкости, смелости и благородства? Для многих воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают родину, Суворов – это образец силы духа, способный вдохновить на новые победы и помочь в самом сложном бою оставаться человеком. Это естественно вполне во время специальной военной операции. Образ Суворова очень важен для нашего войска. Он, конечно, жил такой жертвенной жизнью. Он вообще всю свою жизнь отдал служению. Служению в родине, отчизне своей, которая была православной. Служил православному царству. И понимал, что он, утверждая свое государство, свою страну, он утверждает и православное имение. Это он понимал, конечно, хорошо. Известно, что Суворов отличался благочестием. В этом храме преподобного Федора Студита у Никитских ворот он пел на клиросе, читал апостол, всегда особо поминал своих родителей. Как рассказывает настоятель храма, отец Дмитрий, для прихода имя Александра Васильевича имеет особое значение. Наш храм находится в непосредственной близости от дома Суворовых, от их усадьбы. И Александр Васильевич был прихожанином нашего храма. Об этом есть свидетельство. А, как известно, он был не просто прихожанином, он был очень благочестивым человеком, который и пел на клиросе, и читал часы. То есть он был, как бы мы сейчас сказали, воцерковленным христианином, причем который глубоко переживал все это священное действие. И, естественно, что приход – это такая большая семья. И если у нас был такой великий предок, ну, я, конечно, говорю, не в смысле кровного родства, а как духовный предок, то это говорит о том, что для нас Суворов – это не просто какая-то фигура нашей истории, а это человек, который, ну, стоял здесь же рядом с нами только, ну, на пару столетий раньше. Отечество наше Суворов называл домом Богородицы. Для его воинов была обязательная молитва. Иногда перед сражением он объявлял пост. А ни одну баталию полководец не начинал безмолебно. Поэтому неудивительно, что почитание Александра Васильевича в народе было всегда, даже во время советской власти. В свое время этот храм, который был заброшен и использовался не по назначению, его решили в конец уже советского времени, в 80-х годах, решили сделать там музей Суворова. И стали уже его реставрировать именно с такой целью. Но потом уже начались другие времена, храм передали уже русской православной церкви. Но сам по себе факт того, что хотели сделать музей Суворова, говорит, что и в советское время, еще до вопросов канонизации, такое почитание Суворова как национального героя, как великого полководца, оно уже было. В конце августа Священный Синод Русской Православной Церкви поручил комиссии по канонизации святых возобновить изучение обстоятельств жизни Александра Суворова. Существует несколько основных критериев для канонизации. Одно из таких – если человек отдал жизнь за веру во Христа. Эта традиция появилась в первом веке христианства, когда мучеников стали почитать как святых. Для канонизации недостаточно одних только воинских подвигов и личной праведности. Нужны еще подтвержденные факты чудес святого. По словам епископа Зеленоградского Савы, работа комиссии будет непростой и кропотливой. В данном случае речь идет, скажем так, о подвижнике благочестия. Исследуется жизнь, насколько его жизнь соответствует евангельским заповедям, если говорить совсем просто. Исследуется его вера, был ли он действительно правоверующим человеком. Ведь можно быть хорошим человеком, но, скажем, буддистом. Для нас он не совсем правильно верит в Бога, совсем неправильно верит в Бога, при всем уважении к буддистам. Если есть народное почитание, значит, все-таки человек оставил след в жизни церкви. Народное почитание не как полководца, а именно как святого человека. Понятно, что народное почитание как полководца уже есть. Я бы сказал так, что, конечно, у кого-то могут быть какие-то здесь соображения, связанные с политической ситуацией. Но, на мой взгляд, это совершенно неправильно. То есть Суворова надо было канонизировать еще раньше. И именно потому, что его личное благочестие, его служение Отечеству, а также то, что он не проиграл ни одной битвы, понимаете, это на самом деле граничит с чудом. Распустить знамена! Вперед! Друзья, как всегда, по средам нас ждет рубрика «Тест на правду». Давайте вместе с Игорем Петровским разберемся, кто и почему выступает против канонизации Александра Суворова, великого полководца и глубоко верующего человека, называвшего Россию Домом Богородицы. Здравствуйте! Это программа, где мы разбираем старые и новые фейки от церкви. Все то, что обратило на себя внимание за последние недели или последние столетия. У нас мало времени, всего одна тема. Приступим. На очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл предложил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова. Как следует из журнала Синода, вопрос передан в комиссию по канонизации. Сразу после обнародования данного предложения критики России и Русской Церкви увидели в этом политический жест. Американский пропагандист Кирилл Говорун заявил, что данная инициатива РПЦ просто не смогла отказать Министерству обороны, так как она, по мнению отца Архимандрита, находится в золотой клетке. В телеграм-канале покинувших Россию авторов Шишкова и Лученко утверждалось, что канонизация Суворова выглядит как попытка возродить позднесоветский канон героических полководцев. А бывший дьякон Андрей Кураев, использовав цитату из военного трактата Суворова, заглавил свой текст «Святые отцы учат режь, коли, руби». Легкая и даже тяжелая степень истерики всех вот этих острословов и юмористов мне вполне понятна. Образ Александра Васильевича Суворова, ну, для любого ренегата, который топит сегодня против России на западные дивиденды, вызывает столь же прогнозируемую реакцию, как корченечистой силой при воскурении Ладана. Генералиссиму Суворов и в самом деле абсолютный антипод всему тому дурдому, в котором западному обывателю промывают сегодня день и ночь мозги. И напротив, для тех немногих европейцев, которые еще способны самостоятельно думать, Суворов – это символ старой свободной Европы. Европы, где ценили христианские ценности, где с оружием в руках боролись за веру и, главное, вопреки интригам, дружили с Россией. Недаром же памятники и мемориальные доски Суворову находятся во многих местечках и Швейцарии, и Италии, и Австрии, и Балкан, ибо христианская Европа еще помнит, кого она позвала на помощь, чтобы обуздать садизм французских атеистов, которые сначала расстреляли из пушек сотни тысяч христиан у себя дома, а затем принялись сжечь аббатства и библиотеки в соседних странах. И вот тогда Англия с Европой, проиграв в десятки сражений войскам французской директории, умолили русского императора прислать им гения военного искусства Суворова. Фельдмаршал вступал на землю Европы как освободитель от безбожной чумы и в итоге спас ее, став самым чтимым героем. В конце 18 века вся Европа только и говорила, что о Суворове. В моде были суворовские шляпы, суворовские прически, суворовские пироги. О Суворове пели на ведущих сценах мира, от Королевского театра до Миланского ласкала. Адмирал Нельсон писал, что сравнения с русским полководцем ему льстят больше, чем многие ордена британской короны. Во всех кабаках Европы вторую чарку поднимали за русского генерала. Да что там в кабаках? Воронцов из Лондона писал, что однажды стал свидетелем, как король перед войсками провозгласил первый тост за русского полководца Суворова. Естественно, что для нынешних пропагандистов, которые даже Папу Римского с грязью смешали за добрые слова о великой русской культуре, Александр Васильевич Суворов, это не просто бельмо в глазу. Это такая огромная кость в горле. Потому что Суворов и любовь к нему старой доброй Европы не укладываются в их новые стереотипы, по которым им приказано жить и думать. Так что это еще вопрос, кто тут в золотой клетке. Но ведь и в самом деле, кто вот тут проявляет большую неестественность? Синод, который всего лишь поставил вопрос о Суворове на рассмотрение вот этой церковной науки. Или, например, бывший профессор богословия, который манипулирует неуместной цитатой, понимая, что совершает научный подлог. Ведь фраза Суворова «режь, коли, руби», которую использует Андрей Кураев, это не суть духовного учения Суворова или его завещания. Это лишь фрагмент из прикладной части его военного трактата «Наука побеждать». В противоположность вот этой узконаправленной работе у Суворова действительно есть масса именно духовных поучений, религиозных мыслей, да просто человеческих добрых советов. В конце концов, есть масса воспоминаний о нем, других людей, которые могли бы его хоть как-то охарактеризовать. И бывший дьякон все это прекрасно понимает, но берет цитату именно из боевого раздела военной книги Суворова. А зачем? Да и во имя одной единственной цели, чтобы поставить ее рядом со словосочетанием «святые отцы учат». Ему, скорее всего, искренне кажется, что получилось как-то очень глубоко и смехотворно. Полагаю, что если бы у бывшего профессора был сборник военных команд, который отдавал при жизни своим войскам, к примеру, римский офицер Георгий Победоносец или военачальник Дмитрий Солунский, он бы и вовсе со смеху лопнул. Ведь совершенно понятно, что и Александр Невский, и Федор Ушаков, и канонизированные византийские императоры это все были люди военные, и они вынуждены были учить своих подчиненных не академическим лекциям по нравственному богословию, а вот военному искусству. Но церковь-то увидела в их жизни святость и увидела ее не в командах «Реш, коли, руби», которые наверняка каждый из них хоть раз в жизни, да и произносил. Таков наш век, его ложь, его правда и наш тест. Прошло еще четверть часа, так давайте же услышим строки Святого Евангелия, которые читаются сегодня во всех православных храмах мира. Отрывок из шестой главы Евангелия от Луки для нас прочтут заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и телеведущая Вероника Ивашенко. Что вы зовете меня? Господи, Господи, не делайте того, что я говорю, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их. Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. И разрушение дома сего было велико. Когда он окончил все слова своих слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Сегодня в Евангелии мы слышим рассуждение Господа Иисуса Христа, которое очень понятное любому хозяйственному человеку, что если он строит дом, то нужно его строить на серьезном основании, на фундаменте крепком, а иначе придут ветры, польются воды, и все это рухнет. Если ты строишь на песке, ты просто глупо поступаешь, потому что любые испытания, любые климатические изменения просто твой дом разрушат. И то же самое он говорит по поводу жизни человека, что если человек не ставит своим основанием Бога, особенно для мужчины важно, вот что угодно, поставив вместо Бога на первое место, карьеру, успех, материальные какие-то выгоды, да даже там семью, да даже жену или ребенка, что угодно, поставив на первое место вместо Бога, у тебя не будет крепкого основания. Случится беда, случится какое-то изменение, и ты проиграешь. И это важно понимать. И говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, а те, кто исполняют Слово Мое. Потому что мы иногда декларируем, что Господи, ну я положил Тебя основанием в своей жизни. Я же христианин, вроде как, должен следовать Твоему учению. Но это не видно по фактам. Разобрать вот в каждой конкретной ситуации. Ты здесь поступаешь по-христиански, то есть по любви? Нет. И в этой ситуации ты поступил не по любви, и здесь. А где ты поступаешь по любви-то вообще? То есть ты можешь сколько угодно говорить Господи, Господи, и правила читаешь утреннее и вечернее. Но если ты не совершаешь поступков Твоей веры, из которых видно, что ты верующий человек, то ты не строишь крепкого основания в своей жизни. Поэтому запасемся цементом, шпателем, что там нужно, да, кирпичи. И закатаем рукава, и давайте заниматься работой все-таки. Спасибо, батюшка, дорогие друзья. У нас короткая пауза. Оставайтесь с нами. А вот что произошло в этот день в истории церкви, России и мира. В 1009 году был разграблен и разрушен храм гроба Господня в Иерусалиме. Это произошло по приказу египетского правителя Аль-Хакима. Вместе с великой святыней уничтожили практически все остальные строения христиан в городе. Спустя 40 лет храм гроба Господня был вновь отстроен по приказу византийского императора Константина Мономаха. В 1773 году, ровно 300 лет назад, на острове Котлин под руководством Петра I была заложена центральная оборонительная крепость. И с этого дня город-порт на Котлине получил название Кронштадт. Строительство крепости было завершено в 1747 году. До наших дней сохранились отдельные фрагменты этого грандиозного сооружения. В 1883 году, 140 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялась закладка Собора Воскресения Христову, более известного как Спаса на Крови. Его устроили на том самом месте, где в марте 1881 года, в результате покушения террориста на родовольца, был смертельно ранен император Александр II. Храм сооружался на средства, собранные по всей России. В 1947 году на полигоне Капустин-Яр состоялся пуск первой советской полистической ракеты А4. Это произошло в 10 часов 47 минут по московскому времени. Ракета поднялась на высоту 86 километров и достигла поверхности земли почти в 300 километрах от места пуска. Так началась серия летных испытаний ракеты А4. Батюшка, вот этот храм Спаса на Крови, он ведь очень похож на московский храм Василия Блаженного. Я знаю, кстати, еще один в Подмосковье, вот переделки на где Игоря Черниговского, да, вот этот храм. Вот, пожалуй, три таких шедевра, очень похожие между собой. И вот, знаете, интересно, почему средства на его постройку собирались по всей России. Ведь, казалось бы, бюджет России, он обычно такой безмерен, безграничен, тем более царя убили, и вот хочется такой памятник ему сделать. Но, тем не менее, собирали все люди. Как вот так произошло? Ну, по правде, возможность поучаствовать в строительстве храма – это большая радость для человека. Во-первых, потому что на каждой литургии поминают строители святаго храма сего. То есть это те люди, которые воздвигли стены для общины. Они потрудились, да, для того, чтобы построить особенно такое красивое сооружение. И нужно, знаете, тоже помогать нашим христианам понимать ответственность за то место, куда они приходят. Потому что такое утилитарное, потребительское немножко отношение к храму, как бюро религиозных услуг. Я пришел, получил какую-то услугу и ушел. И отзывы еще пишут, я так периодически читаю. Тут мне хорошо предоставили услугу, а тут некомпетентно. Это что-то такое. Ну, это не совсем правильно. Просто это отношение, мы стараемся воспитывать отношение к храму, к общине, как к семье. И в семью приходят люди не только для того, чтобы что-то брать. Но поначалу дети, конечно, они пока еще в таком детском сознании, они, конечно, как здоровые эгоисты, пытаются что-то взять. Но постепенно человек приходит в семью для того, чтобы что-то дать. Там, мамочка, у тебя уже старый телефон, давай мы тебе заменим по пультам, чем тебе помочь, как вас поддержать, какой-то врача найти и так далее, и так далее. Это уже позиция взрослого человека. Так же и тут. Многие люди, конечно, приходят в храм именно для того, чтобы что-то взять, в том числе из Бога, что-то получить. Но постепенно человек должен расти и осознавать, что мне нравится присутствовать с тобой, Господи, для меня радость быть в доме твоем. Там, как царь-пророк Давид писал, что один день прожитый в храме Господне гораздо лучше, чем тысячи дней в других, даже самых богатых и лучших домах. И вот правильное отношение, в том числе, что все в мире мы построили этот храм, это и ответственность определенная. Потому что если я строил этот храм, я вхожу, тут грязно, то мне уже как-то, ну это же как мое, да, человек воспринимает как что-то близкое для себя. Потому что когда мы приходим в гости, нам не очень хочется в гостях убираться. Ну нехай сами хозяева там приходят, все это убирают. А когда мы приходим домой, да, нам важно, чтобы там подкрутить, как-то выглядело все это прилично, для себя же. И вот когда мы относимся к общине, что это наш храм, это не просто некий храм, к которому мы приходим что-то получить, а это наш храм. И мне очень радостно, вот у меня прихожане в храме приходят и сами там чистят подсвечники, я их даже не прошу, они сами хотят, говорят, батюшка, может чем-то помочь. Тут у нас в храме, вот, что-то там лампочка перегорела, нужно там, давайте поможем, и так далее. То есть вот это такое отношение к своему, мне кажется, это правильно. И поэтому храм на крови, который строили всем миром, потом весь мир и воспринимал это как свой дом, и, мне кажется, бережно так относился к этому храму. Интересно, да, спасибо большое, батюшка. А мы продолжаем к другим темам. Он хотел стать врачом или учителем, чтобы наполнить свою жизнь смыслом и быть полезным людям, но выбрал другую эстезию, на которой получил все ответы, намучившие его вопросы. Зачем мы живем? Есть ли что-то после смерти, кто руководит нами? О том, как нашел Бога, архимандрит Милхиседек Артюхин, рассказывает Наталья Смирнова. Мучительные попытки найти оправдание этой бессмысленной жизни привели лишь к одному выводу – если жизнь конечна, то прожить ее нужно с максимальной пользой для других. Было два варианта – учитель или врач. Я подумал, был хороший у нас учитель, он сейчас живой. Он нас приучал, приучал к тому, что истинная жизнь, жизнь не только для себя. На момент его учительства он 10 лет не был в отпуске. Он летние каникулы проводил в летних лагерях со своими ребятами. Это был потрясающий христианин без Христа, был потрясающий альтруист. И он нам всем подарил, подарил одну мысль. И не только мысль, но и опыт. Хочешь порадоваться – порадуй. Я подумал, таким учителем, как он, я не стану. Почему? Потому что таких дураков, как мы, которые пошли за ним, когда я отучусь, уже не будет. Потому что кругом одно материальное. Тогда, наверное, врачи мы искусства. Зуб выдрал – здорово. Операцию сделал – здорово. Все, облегчение, то и все. Люди, благодарность. Результат сделанного дела налицо. Но мысли о хирургии и стоматологии пришлось оставить. После двух неудачных попыток поступить в мединститут, а не хватило всего полтора балла до проходного, Павел Ратюхин поступил в медучилище, где вскоре состоялось судьбоносное знакомство. Там я встречаю верующего юношу Игоря Лепешинского. И он мне дает перепечатанные на машинке. Перепечатанные на машинке. Иван Глиот Матфея. И у Анны не полностью, не полностью. Я читаю, и все становится на свои места в одну секунду, в одну секунду. Всякий верующий в меня, если он в это живет, верующий в меня смертен, не уйдет вовек. Я живу, и вы живы будете. Зато любит меня Отец мой Небесный, что я отдаю жизнь мою, и имею жизнь мою принятие, и имею власть жизнь мою отдать. Где я, там и вы будете. В царстве от самого обителей очень много. Подождите, подождите. Вот жизнь, вот смерть, вот страдания, вот воскресение. Так это с нами то же самое будет, да? Всякий верующий в меня, смерти не уйдет вовек. Подождите, так это же ответ. Ответ. Мы Богом созданы, все стало на свои места. В тот день знакомства с перепечатанным на машинке Евангелием стал вспоминает Отец Милхиседек, словно его вторым рождением. Зерно Слова Божьего было посеяно в плодородную почву. Павел стал все чаще заходить в храм и везде, где мог, искал духовную литературу. Впрочем, Господь уже тогда незримо вел к монашеству, уверен архимандрит Милхиседек Артюхин. Удивительно, как вдруг совершенно неожиданно для себя, еще не зная церковную жизнь, он очутился в Псково-Печерском монастыре. Помню точно, это было 7 ноября. Я приезжаю в монастырь, это было суббота, воскресенье. 4 часа, представляете себе, 4 часа, все ночные дни, я стою как вкопанный, ничего понять не могу, ничего не понимаю, что что-то происходит, вот какая-то внутренняя молитва. И вот у меня тогда так возникла мысль. Смотрю, ходят люди, мелькают туда-сюда, свечки ставят между собой, разговаривают, что-то спрашивают, что-то общаются. И смотрю, в храм заходят, как я о них выражался, черные. В храм заходят черные, перекрестился, друг с другом разговаривают. Я посмотрел, как разговаривают, как общаются, тихо, спокойно, благоговейно. И когда закончил все ночные, я вынес внутреннее мнение, эти черные, они настоящие. Фельдшер скорой помощи Павел Артюхин решил поступить в духовную семинарию и выбрал монашеский путь. А Григорий Богослов однажды сказал, если бы мы, кроме Христа, не имели бы ничего в этой жизни, мы со Христом имели бы, имеем уже все. И мой юношеский порыв, он выразился в том, что, а как я могу, как я могу отблагодарить? Как я могу отблагодарить за чудо обретение смысла и веры и будущей перспективы? Как можешь отблагодарить? Ну вот есть пример, как Бога благодарят. Жизнь ему посвящают, вот как Бога благодарят. А как наилучшим образом, какая максима, какая максима посвященности благодарению Богу? Монашеская жизнь. Как всегда в середине часа короткая сводка новостей. Саша, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. В патриаршей и синодальной резиденции в Данилово монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, главой Курганской митрополии. Перед началом встречи представитель Русской Церкви сказал собравшимся, что личная встреча с губернатором и правящим архиереем имеют для него большое значение, так как позволяют знакомиться с актуальной и достоверной информацией о жизни в регионе. Губернатор рассказал патриарху о переменах, происходивших в экономике и социальной сфере области. В ходе беседы обсуждалось множество аспектов церковно-государственных отношений на региональном уровне, а также вопросы социального служения и развития церковной жизни в Курганской митрополии. Христианские церкви Иерусалима объявили день совместной молитвы о жертвах войны и призвали все стороны конфликта прекратить военные действия, чтобы спасти жизни невинных людей. Вместе с тем иерархии просят Израиль разрешить доставку гуманитарных грузов к газу, чтобы пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, что на сегодняшний день после ракетных атак из сектора газа Израиль объявил о полной его блокаде. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В совместном заявлении главы Иерусалимских церквей призвали верующих провести минувший вторник в посте и молитве за всех пострадавших в войне. Подобное заявление сделал и Папа Римский во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Он отметил, что за время конфликта погибло множество людей. Инициативу поддержал и Всемирный совет церквей. В японских СМИ комментируют строительство православных храмов на Курилах. На сайте главного издательства губернатора Хоккайдо появилась статья, в которой ее авторы пишут о том, что, цитата, русская православная церковь активизирует деятельность на северных территориях, а также утверждают, что в этих событиях, цитата, налицо политическая цель – при помощи веры сдержать социальную дестабилизацию на четырех островах и усилить их администрирование. Речь идет о состоявшейся недавно закладке храма во имя святой живоначальной Троицы в центре Курильска на острове Итуруп. И об этом освящении места под постройку храма в честь великомученика Феодора Тирона в селе Малокурильское. Не обошли стороной в статье и архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора. Цитата, это тот человек, который обратился к военным с просьбой установить на маяке на острове Кайгара креста и кону, что свидетельствует о связях православной церкви с армией. Постоянный интерес у японцев к тому, что происходит на Курильских островах, свидетельствует о том, что правительство Японии не намерено оставлять притязания на острова, которые они считают своими. Это пока все. С Богом в новый день! Дорогие друзья, сейчас внимание на экран. Мы увидим сюжет, который подготовили наши коллеги. Отец Максим, я выстроковляюсь, и насколько я понимаю, о Христе не умолчи. Есть же вот такая парадигма. Мне кажется, очень важно проповедовать, особенно когда я вижу, как живут мои современники. И просто друзья. Вот я вижу, что бывает так. Счастье есть, а все есть, а счастья нет. Вот так бывает. И я бы хотел говорить, как мне хорошо жить со Христом, как какой-то большой подспорь, какой-то большой фундамент в моей жизни. Но очень часто получается так, что я срываюсь на какое-то ерничество, осуждение, на какую-то иронию. Подскажите, как вот это искусство проповеди наладить, как нужно общаться так, чтобы убедить, чтобы привести ко Христу хотя бы опосредованно? Нет, ну реально, конечно, по-настоящему убедить может только Дух Святой, если Он действует в вас. Вот если вы можете совершать чудеса, исцелять больных, воскрешать мертвых, если от вашего слова люди падают ниц пред Богом и говорят, теперь мы поняли, как велик Господь, замечательно, так и проповедуйте. Если вам Господь пока не дал таких даров, то каждый из нас должен проповедовать по той силе, которая нам дана. И тогда, если это наша собственная проповедь, тогда мы должны, собственно, выражаясь современным языком, не нарушать границ других людей. То есть не пытаться навязывать им то, о чем они нас не спрашивают, не пытаться убеждать их в том, что им неинтересно. Апостол Петр очень конкретно уже 2000 лет назад сказал, что мы должны с кротостью и благоговением говорить людям о нашем уповании, то есть о нашей надежде. Проповедовать нужно, говорить нужно, но с кротостью и благоговением. Самое главное, уважая других людей. Ну, всегда же, знаете, диалог, он строится мало, кто считает, что он сейчас будет молчать и просто впитывать знания. Люди начинают говорить, а вот это хорошо, ты просто не понимаешь. Все зависит от того, еще раз говорю, что что вы от них хотите? Что вы от них хотите, от этих людей, которые, вот представьте себе, ты женился, у вас есть же жена? Да. Как ее зовут? Евгения. Наверное, вы ее любите, дорожите. У нее есть недостатки, как вы думаете? Как у всех? Как у всех людей есть недостатки. Представьте себе, если кто-нибудь сейчас из ваших друзей, даже близких, вот с которыми вы не разлей вода, там, со школы или еще откуда-нибудь, начнет вам рассказывать о недостатках вашей жены и рекомендовать вам познакомиться, например, с Машей, которая хорошая девочка. И с точки зрения этого вашего друга у нее гораздо меньше недостатков, чем у вашей жены. Как вы отреагируете? Ну, вы параллели проводите, что Маша – это православие. Я не провожу параллели, кто есть кто. Я просто говорю о том, что если у людей есть то, что для них дорого, то, что является их убеждениями, то, что является тем, чем живет их сердце, то любая проповедь, направленная против, особенно если вас не спрашивают об этом. Представьте себе, я, например, спрошу вас, слушайте, вот вы давно знаете мою жену, как вы думаете вот что-нибудь вот о ее вот таком-то недостатке, то даже в этой ситуации вы как деликатный человек скажете, нет, у вас очень хорошая жена, у вас замечательная жена, у нее нет недостатков. Именно так и надо относиться к людям относительно того, что им дорого. И поэтому проповедовать нужно и важно тем, еще раз говорю, кто вас об этом спрашивает, и делать это так, чтобы не задеть и не обидеть людей, потому что иначе люди мгновенно начинают защищаться. Они говорят, а что ты резешь ко мне там, я сейчас тебя вообще двину. Вот поэтому с уважением. Это самый главный принцип проповеди – с уважением к людям. 15 минут до конца часа – это значит, что мы должны услышать строки апостола, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам читает для нас писатель Сергей Ширгунов. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам и Пафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего. А вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее постал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякую радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Апостол Павел говорит филиппийцам о том, какой заботливый Господь наш Иисус Христос, как Он любит своих чад и не дает им печаль к печали. Очень интересное выражение. Сейчас в современной психологии говорится стресс на стресс. Вот апостол Павел говорит печаль на печаль, потому что, он говорит, я специально хотел сам к вам прийти, но послал Епофродита, одного из сотрудников, помощников апостола Павла, который был сам, предположительно, с тех мест. Он был знаком филиппийцам, тоже порадовал их, а они в свое время были огорчены слухом о его заболевании. А в те времена, если человек заболел, то это был большой процент, что к смерти. И он, говорит, исцелил ради вас, вот этого Епофродита, и привел его к вас. Но он, говорит, исцелил его не только для вас, но и для меня, чтобы мне не было печаль на печаль. Да, потому что, говорит, мне и так тут непросто. А если бы еще он, значит, Господь его призвал, то я бы совсем разбился. И он, говорит, зная в том числе и мою немощь, Бог так промышляет, что он там исцеляет человека, в том числе вообще для другого человека. И мы иногда, опять же, из своего эгоизма считаем, что воля Божия совершается именно про нас. А воля Божия может совершаться вообще не про нас, а про других людей. Но мы все как бы, мы же со своей колокольни смотрим, все приписываем к себе. И вот мне очень понравилась эта фраза, и удивительное напоминание от апостола Павла, в том числе и нам, что Господь не хочет нам печаль на печаль. Он знает наши силы, как в Псалтире. И Господь не даст поругание праведнику, и не даст больше той ноши, которую мы можем нести. Не хочет, чтобы мы сорвались, или чтобы у нас вот прям совсем все было плохо. Другой вопрос, что сам человек иногда печаль на печаль. Мало того, что у него что-то в жизни случилось, так он впадает в отчаяние, начинает еще в какие-то зависимости углубляться, и совсем себя рушит. А в целом Господь всегда смотрит нашу миру и хочет нам спастись. И в том числе через какие-то такие вещи. Мы что-то где-то претерпели, зато мы смотрим, наш близкий родной, о котором мы молились, он выздоровел. И это в том числе не только для него, но и для нас, чтобы мы понимали. Спасибо большое, Бочка, за эти актуальные слова. Дорогие друзья, мы продолжаем. Дорогие друзья, ваши письма на столе, а это значит, что мы готовы отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос от Георгия. В Евангелии Бог призывает человека к идеалу, который в принципе недостижим. То есть получается, он ставит передо мной заведомо невыполнимую задачу, а потом за неисполнение накажет. Дело не в этом. Господь дает нам задачу какую? Обожиться. То есть стать подобным Богу. Когда мы появляемся, мы уже имеем образ Божий, а подобие Божие мы приобретаем. И Господь действительно дает нам очень высокую планку. Апостол Павел об этом говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть мы все призваны быть совершенными, как Отец Небесный. И если нам дать какую-то другую планку, во-первых, мы существа очень ленивые. Вообще не очень хотим куда-то идти. И сложности нам даются, ну точнее так, мы не ищем лишний раз сложности. Мы, наоборот, как вода, течем туда, где проще. А вопрос в том, что человек растет в сложностях, и через трудности он становится лучше и выше. Поэтому Господь нам и дает такую высокую планку, чтобы мы хотя бы что-то делали. И к чему нам стремиться. Потому что, помните, даже вот в правиле к причастию, что Господь не ангела, не пророка послал, а сам пришел и сам показал, что Бог гораздо ближе к человеку, чем кажется. Это, знаете, в других религиях Бог очень трансцендентен, то есть он очень далек от человека. Что мы здесь где-то на земле, а Бог, он там где-то на небе. Сознал нас и забыл. Да, особо дела ему до нас нет. А это неправда. Богу настолько есть до нас дело, что он стал одним из людей, принялся человеческую плоть и умер за нас на кресте. Вот такая степень близости у нас с Богом. Настолько ему важно, что он как своих детей пытается нас спасти от зла, которое в нас самих есть. Поэтому, правильно, нам нужна высокая планка, нам нужна высокая цель. И только ставив высокие цели, человек начинает чего-то достигать. Когда я думаю, ну ладно, мне бы хотя бы хоть как-то тут что-то шатко-валко прожить. Ты будешь максимально поддаваться своим собственным страстям, в том числе и лене. Ничего особо делать тебе не будешь, так это расслаблено. Вот есть в одной песне «На мягких подушках не въедешь в вечность». Это очень важное замечание, потому что в таком состоянии расслабленном, человек, который не хочет напрягаться, идти по жизни, только получая какие-то удовольствия, да, Царство Божие силой берется, силой берется. Поэтому у нас и такое, и то, что там Бог накажет. Да, Господь, Он-то наш Отец. Это и Бог, чтобы Он нас наказывал. Это вот тоже желание людей, вот только бы меня Бог не наказал. Значит, как раз Богу, Он будет все равно на тебя. Это наказание, это же не всегда причинение какого-то вреда, наоборот. Наказа – это урок. И хорошо, когда Господь, как это у апостола Павла, «Кого люблю, того и наказую». То есть Господь очень часто именно по любви к нам не отчаивается в нас и дает нам какие-то ситуации, которые нас могут чему-то научить. Если на вас вообще ничего невозможно научить, Он бы махнул рукой и уже не давал бы нам никаких наказаний. А нам нужны иногда наказания от Бога. Нам тяжело их воспринимать, но они нам нужны. Батюшка, и следующий вопрос от Виктории. Может быть, существует хоть немного облегченный вариант заповедей о любви к ближним и к Богу? Если человек чувствует, что любить не способен, что делать? Нужно учиться любить. Любовь не входит в базовую комплектацию, значит, стандартный набор чувств. И это тот дар, который мы спрашиваем у Бога. Вот Бог умеет любить, мы это точно знаем, потому что у нас Бог есть любовь. И, соответственно, мы учимся. Ну, а как человек, я не умею писать, что мне теперь, ну, буду, да, там, использовать только голосовой набор? Или вообще, значит, как в древности, как-то жестами объясняться? Или просто ставить, знаете, некоторые люди не умели писать, они просто там кружочек ставили под документом вместо подписи, ну, потому что не знали грамотно. Ну, Батюшка, помните, у апостола же есть, хотя бы пускай они едят идола жертвенно и делают другому то, что хотели бы себе. Ну, есть минимум. Ну, то есть какой минимальный вот, как облегчить, правда, эти заповеди? Есть минимум закон совести, вот, и, в принципе, он содержится в заповедях Ветхого Завета. Вот эти 10 заповедей просто, чтобы человек был человеком. Мы сейчас не говорим даже про христианство. Просто, чтобы человек сохранял какое-то подобие человека. Просто, чтобы человек хотя бы был похож на то, что замысливал Бог. Чтобы он уважал отца и матери свою, чтобы не крал, не прелюбодействовал, не убивал, не лжесвидетельствовал, не завидовал. Хотя бы вот эта часть 6 заповедей по отношению к человеку, хотя бы это соблюдай. Ну, это тот минимум, за которым уже больше какой-то ближе к животному, чем к человеку. А дальше, если мы собираемся развиваться, предыдущий вопрос про высокую планку. Нам нужна высокая планка. И нам нужно походить не просто на хорошее социальное животное, которое никого не обижает. Нам нужно быть похожими на Бога, таким же добрым и любящим. Да, это непросто. Будем учиться. Ну, а кто? Как без этого? Если мы не будем учиться, человек не может зафиксироваться в одном положении. Это нам было бы удобно. Вот я сильно не грешу, но как бы и сильно не напрягаюсь в плане развития духовного. Вот как бы так вот усижу на четырех стульях. Не получается. Холоден или горячий, да? Если бы ты был холоден или горячий. Это очень важно, что человек не может зафиксироваться. Он либо развивается, либо деградирует. Другого не дано. Либо ты идешь с трудом, кряхтя, вперед, да, Господь тебя там вытягивает. Либо ты и деградируешь, скатываешься. Поэтому лучше нам развиваться и ставить действительно высокие цели. Помоги, Господи, нам всем этим утром начать добрый богословенный день и хотя бы какое-то доброе дело любви сделать. Дорогие друзья, у нас короткая пауза, и мы скоро продолжим отвечать на ваши вопросы. Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Батюшка, вопрос от Ольги. Что делать человеку, у которого вера была, а потом угасла? После долгих лет хождения в храм наступил период охлаждения. Как вернуть веру? Не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони с лба. Удивительно важно проявить некое постоянство. В том числе это важно и в семейных отношениях, когда супруги чувствуют какое-то охлаждение. И просто иногда выбраться куда-нибудь на совместное свидание или как-то перезагрузиться и начать уделять внимание мелочам. Опять. Это дает новую какую-то волну возвращения тех чувств, которые были. Но, с одной стороны, с другой стороны, не стоит очень сильно зацикливаться на самом понятии чувств, потому что самое главное дело – дела любви. Помните, мы уже говорили, эту фразу приводили Амброси Оптинского, что нужно совершать поступки любви, даже если чувства любви нету пока. То есть оно придет. И это действительно так, что иногда вот нету чувства какого-то, там, нужно покормить какого-то голодного бомжа. От него пахнет плохо. И у тебя чувства самые отвратительные. Тебе не очень хочется этим заниматься. У тебя чувства, наоборот, пойти куда-нибудь, пойти заниматься своими делами. И ты не ориентируешься на свои чувства. Ты идешь и делаешь дела любви. Ты совершаешь поступки, о которых говорил Иисус Христос. И чувства подтягиваются. Ты получаешь радость, вот через, в том числе, преодоление какое-то, получаешь радость. С одной стороны. С другой стороны, вот я же сказал о перезагрузке. Очень важно не зацикливаться на каких-то вещах. И, в том числе, как отношения рушит бытовуха, вот какая-то такая обыденность, перетекание из одного. Ну, то есть, один день похож на другой абсолютно, да, там, одни и те же бытовые проблемы. То же самое у нас в вере, к сожалению, случается, что мы перестаем чувствовать живого Бога. У нас все превращается в автомат. А автомат – это все-таки удел военных. А мы, люди верующие, в религиозной жизни все-таки должны обходиться без него. То есть, если ты хочешь помолиться, помолись, но поговори с Богом нормально. Ничего, что ты ему какие-то тексты вычитываешь, не понимая, что ты вычитываешь. Что ж ты вот взял, сделал какие-то вот эти внешне обрядовые вещи без даже какого-то участия сердца. Феофан Затворник говорит, что молитва обязательно должна проходить через ум и через сердце. Только тогда она доходит до своей цели. Поэтому и молитва, участие в таинствах, участие в богослужении – это процесс творческий. Его нужно перезапускать, нужно иногда вот взять каким-то образом, посоветоваться с духовником. Он скажет, знаешь, вот это правило пока не читай, почитай так. Или вот пока не здесь, походи вот так. Какое-то всегда можно взять на себя труд, какое-то волонтерство, съездить вместе со священником, причастить детей, умирающих от онкологии и так далее, и так далее. И глядишь, вера возвращается. И плюс общение с людьми верующими. То есть иногда у меня были у самого такие моменты, что как-то вот действительно в сердце, в веру как-то угасало. Вот это ощущение, да, близости. Причем понимаешь, что Бог никуда не девался. Он как тебя любил, так продолжает любить и желает тебе спасения. А ты как-то охладел. И очень сильно помогает, когда ты приходишь к человеку, который действительно верующий. И причем это не обязательно в лесу какой-то седой старец, живущий в землянке. Это может быть многодетный священник, вот как в моем случае было, что я приехал к одному многодетному священнику, который просто вот служит у себя на приходе. Но он как-то вот так мне несколько слов сказал, и я увидел какую-то вот неподдельную веру, и у него как раз был подъем. Ну, а я немножко вот, это знаете, как альпинисты крапкаются. Один там сорвался немножко, но страховка-то есть. И вот очень важно, чтобы был впереди идущий человек, который может тебя вдохновить своей верой. И такие люди есть. И они есть даже на вашем приходе, есть такие люди, поверьте мне. Вот прямо на вашем, вот если вы придете в свой приход, вы увидите истинно верующих людей. Я таких людей встречал среди своих прихожан, приходил какую-нибудь старушечку причастить. Она мне что-нибудь такое скажет, что хоть стой, хоть падай. И все твое вот это охлаждение, оно разбивается, и наоборот воспламеняется какой-то огонь. Благодаря вот этой замечательной девушке. Спасибо большое, отец Николай. Дорогие друзья, помоги вам Господи. Желаем вам укрепления в вере, а мы продолжаем нашу программу. Как всегда в начале часа короткая сводка новостей. Саша, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. В патриаршей и синодальной резиденции в Данилово монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, главой Курганской митрополии. Перед началом встречи представитель Русской Церкви сказал собравшимся, что личная встреча с губернатором и правящим архиереем имеют для него большое значение, так как позволяют знакомиться с актуальной и достоверной информацией о жизни в регионе. Губернатор рассказал патриарху о переменах, происходивших в экономике и социальной сфере области. В ходе беседы обсуждалось множество аспектов церковно-государственных отношений на региональном уровне, а также вопросы социального служения и развития церковной жизни в Курганской митрополии. Христианские церкви Иерусалима объявили день совместной молитвы о жертвах войны и призвали все стороны конфликта прекратить военные действия, чтобы спасти жизни невинных людей. Вместе с тем иерархии просят Израиль разрешить доставку гуманитарных грузов к газу, чтобы пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, что на сегодняшний день после ракетных атак из сектора газа Израиль объявил о полной его блокаде. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В совместном заявлении главы Иерусалимских церквей призвали верующих провести минувший вторник в посте и молитве за всех пострадавших в войне. Подобное заявление сделал и Папа Римский во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Он отметил, что за время конфликта погибло множество людей. Инициативу поддержал и Всемирный совет церквей. В зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось открытие Третьего международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. В этом году в съезде принимают участие свыше 600 человек из 52 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Открыл съезд и огласил приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла, председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В формате видеоконференции к участникам съезда обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. После открытия пленарного заседания участники съезда представили доклады о жизни и творчестве Сергея Рахманинова, гениального пианиста и композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире. Следующие выступления были посвящены проблемам современного клиросного пения. В ходе работы съезда прошли также обсуждения докладов, презентации тематических изданий, встречи и мастер-класс по пению. Первый день съезда завершился большим галоконцертом Патриаршего международного фестиваля «Свет Христов». Это пока все. С Богом в новый день! Господь Иисус Христос принес нам свободу, а любая зависимость, наоборот, не спровергает нас в рабство. В Скопинской епархии Центр «Трезвое дело» помогает людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. В «Трезвом деле» стараются принять каждого, но не всегда это финансово возможно. Людям приходится ждать очереди. Содержание одного человека составляет 45 тысяч рублей в месяц. Расходы идут на коммунальные платежи, зарплаты сотрудников и ремонт помещений. С вашей помощью Центр сможет принять больше нуждающихся в помощи мужчин и женщин. Отправьте СМС на номер 3443 со словом «трезвость», «пробел» и любые суммные пожертвования. Например, «трезвость», «пробел» — 300. А мы продолжаем разговор о милосердии. Бездомных людей многие стараются обходить стороной. Действительно, их вид и поведение чаще всего не вызывают симпатий. Но ведь бездомные — это наши соотечественники, которые особенно теперь с наступлением холодов нуждаются в поддержке. Наш следующий сюжет о врачах из Санкт-Петербурга, которые ежедневно помогают самым обездоленным. Боткинская больница в Петербурге на Мергородской улице. Вроде еще самый центр в двух шагах от Невского, а уже задворки цивилизации. Здравпункт при Боткинской — единственное место в городе, где бездомные люди могут получить медицинскую помощь от государства. Один крохотный кабинет на 5-миллионный мегаполис. С момента его открытия вот уже ровно 20 лет. Ежедневные приемы здесь ведет Анатолий Евгеньевич Курковский. Я был обыкновенным врачом больницы Боткина, и в 98-м году я здесь закончил интернатуру, а потом, когда открывался этот здравпункт, то он открывался, потому что, по примеру, вот врачи без границ, которые работали на Сенопской, и в больнице Боткина было открыто отделение при больнице Боткина, здравпункт. И вот когда я сюда пришел, но они знали, что я верующий человек, и, видимо, здесь такой коллектив сложился, который, в общем-то, мог иметь отношение вот к таким вот больным, вот такой вот добрый, располагающий, и оказывать им медицинскую помощь. То есть вот, можно сказать, есть такое вот выражение, да, вот на дне, есть танцы в дно, да, а это люди со дна. То есть, в общем-то, они потеряли все устои жизни, и они особо нуждаются в внимании и в медицинском обеспечении. А за эти 20 лет почему вы никуда не перешли в какое-то более спокойное место? Почему вы остаетесь здесь? Ну, знаете, у каждого человека есть свое призвание. И вот это призвание, которое я почувствовал, в общем-то, я понял, что это мое место. И еще у меня благословение есть. Вот, Арс Николай, который сказал, работай, работай, отец Николай Гурьянов. Добродушный и кроткий, как будто чеховский доктор. Удивительно, как за годы общения с теми, кто живет на дне, он не очерствел и не оброс броней. Все бездомные этого города знают его и называют по-свойски Евгеньевич. До недавнего времени у бездомных в Петербурге действительно было всего два способа полечиться – прийти к Евгеньевичу или, если уже совсем плохо, вызвать скорую помощь. Но теперь в городе появился еще один особенный доктор. – Перевязки, лекарства, проблемы любые. Мы будем здесь около двух часов еще. – Сопровол маленький. – Сколько конкор был в безевках? – Пять миллиграмм. Сергею Евкову – 28. Он работает анестезиологом-реаниматологом в одной из детских больниц Петербурга. – Я ничего не знал о бездомности вообще. Я никогда не занимался благотворительностью до апреля 2018 года, когда все началось. Я просто начал изучать, кто такие бездомные, кто им помогает, какие из организаций. И начал цепляться за любое упоминание про медицину. Где-то я нашел упоминание, что требуется врать для медосмотра, а где-то в другой организации, что можно в качестве пожертвования приносить медикаменты, привязывающие материалы. Я понял, что если их приносят, значит, они кому-то нужны, значит, кто-то их использует. Поняв масштаб бедствия в Петербурге, Евков решил собрать команду единомышленников. Так появился проект «Благотворительная больница». Единственное в городе сообщество, которое занимается уличной медициной. Да, все абсолютно люди, участники проекта, они где-то трудоустроены. Либо они учатся, либо они где-то работают. И в вечерние часы, либо в выходные дни собираются, договариваются и идут лечить бездомных, помогать. «Благотворительная больница» — это, на самом деле, больница без палаты, без коридоров. Она виртуальная. Так называется сообщество врачей разных специальностей, которые регулярно и совершенно бесплатно выходят на добровольные дежурства, чтобы лечить отверженных. Тех, у кого нет ни документов, ни крыши над головой. Доктор Евгеньевич стал отцом Анатолием, православным священником. Каждые выходные он служит в маленьком храме в Гатчине Ленинградской области. Здесь он много лет был алтарником, помогал восстанавливать церковь. А какую-то духовную помощь своим пациентам вы оказываете? Знаете, вот мое расположение, я иногда раздаю крестики. То есть вот они просят, когда нет. Ну, когда вот есть вопросы, просят, что я вот иногда скажу. Но в большинстве своем они меня воспринимают как врача. И не все знают, что случилось. А как-то направить их к изменению? Вообще-то про себя-то я молюсь. Конечно, то, что касается их, за пациентов, я прошу. И они говорят, Толь Георгиевич, мы за вас молимся. Очень хорошо. То есть вот такая взаимная связь, это и есть. Прошла четверть часа, время поговорить о святых и праздниках этого дня. Сегодня Православная Церковь чтит память московских первосвятителей. Об этом празднике поговорим прямо сейчас. Успенский собор Московского Кремля – одно из старейших зданий столицы. На протяжении нескольких веков он являлся кафедральным храмом России. Основан он в 1326 году митрополитом Киевским и всея Руси Петром, когда святой по просьбе тогдашнего правителя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Именно имя Петра и открывает собор московских святителей. Талантливый иконописец, первый митрополит московский Петр сделал город центром русского православия. Его преемник, святитель Алексей, не только всячески поддерживал духовную жизнь столицы, ставил епископов, устраивал монастыри, но и, будучи регентом при малолетнем князе Дмитрии, будущем Донском, начал объединение земель вокруг столицы. Прославлением чудотворных мощей святителя Алексея начал свое служение русской церкви святой митрополит Иона, который в 1448 году стал первым предстоятелем автокефальной русской церкви, патриархом всея Руси. Святитель митрополит Филипп Колычев, чудотворец, принял мученическую смерть от рук царского опричника Малюты Скуратова за то, что отвергал жесткую внутреннюю политику Иоанна Грозного. Защитник православия, подвижник и горячий патриот, патриарх Ермоген, вдохновил на борьбу народное ополчение, которое возглавили Минин и Пожарский. Поляки заморили его голодом в стенах чудового монастыря за отказ от перехода в католичество и отвода войск ополченцев от стен Кремля. Митрополит Московский Коломенский, ученый, писатель и богослов Филарет Дроздов. Под его руководством был сделан синодальный перевод Библии, по которому обучаются современные студенты. Апостолом Сибири и Америки за миссионерскую деятельность называют святителя Иннокентия. Всего 12 имен входят в собор московских святителей. В свои жизни они положили на утверждение православной веры и укрепление России. Отец Николай, я так понимаю, что первосвятители были назначены на московский престол. А это значит, что это самая главная, если можно так сказать, должность на Руси, на Святой Руси, правильно? В Русской Церкви. В Русской Церкви. Действительно, это предстоятель Русской Церкви. Это сначала был митрополитический престол, потом патриарший престол. И связано с тем, что это предстоятель поместной Русской Православной Церкви. И это действительно высокая должность, очень важная и почетная, с одной стороны. Но связанная с невероятной ответственностью и с огромными трудностями. Вот нужно сказать, например, преподобный Сергий Радонежский, которого уговаривали стать как раз митрополитом московским, просто наотрез отказался. Митрополит Алексий его упрашивал буквально и сказал, что все, я старый, вот ты вместо меня будешь митрополитом. И он просто на коленях сказал, нет, благословите, владыка, благодарю вас, но ни в коем случае. И когда тот стал настаивать, он говорит, я уйду в лес, и вы меня больше вообще никогда не увидите. И тогда уже испугались, что потеряют такого великого преподобного Сергия. И сказали, ладно уж, оставайся игуменом земли русской. Поэтому люди просто понимали, насколько это, вы знаете, вот карьерист, он не поймет этого. Ему кажется, о, какое высокое положение, вот я буду там всеми повелевать и так далее. Но чем больше силы, тем больше ответственности, чем выше твое положение, особенно что касается церкви. И почитая житие первосвятителей московских, у многих из них была не просто незавидная какая-то доля, а невероятно тяжелое бремя, которое они несли. В том числе, вот, например, стейший патриарх Тихон, который стал в невероятно тяжелое время для всего русского государства, буквально в революционные годы, стал патриархом и стал исповедником. И много раз было, что именно несоответственность за всю поместную церковь, первосвятители вынуждены были там находить какие-то компромиссы с светской властью, где-то уметь проявить дипломатию, где-то строгость и стойкость, где-то обличить, где-то увещевать, где-то утешить. И все это требовало и пастырских способностей, и помощи от Всеблагого Господа, и в том числе управлять такой огромной поместной православной церковью, чтобы везде был порядок, чтобы в церкви люди спасались. Все это возлагается на плечи первосвятителя. Поэтому мы в церквях на литургии каждый раз молимся о святейшем патриархе. То есть мы там молимся, три прошения проходят, там, о мире всего мира, о благосостоянии святых Божьей церкви, о святим храме всем, и четвертое прошение о великом Господине отца нашего святейшем патриархе Кирилле. Потому что первосвятитель очень нуждается в молитвах паства. И поэтому, когда мы все вместе приходим на литургию, в том числе мы обязательно поминаем нашего первосвятителя, чтобы Господь помог ему нести бремя, чтобы укрепил его и наделил мудростью право править Слово Истины. Да вообще всех обличенных властью, на самом деле, нужно обязательно о них молиться, потому что действительно ответственность такая, и от них зависит очень много других людей, очень много жизней и судеб. Поэтому будем молиться всех, кто назван в честь святых Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, память которых сегодня празднуется, сердечно поздравляем с именинами. Многое блага лета, наши любимые, помоги вам Господь. А мы продолжаем, дорогие друзья, с Богом в новый день. С нами на связи клирик храма священномученика Петра Крутицкого в Челябинске и Ире Петр Устинов. Доброе утро, отец Петр. Батюшка, здравствуйте. Скажите, а почему храм в честь митрополита Петра Полянского построен именно в Челябинске? Как жизнь священномученика связана с этими местами? Доброе утро, уважаемые ведущие. Да, действительно, Петр Полянский возглавляет сон Челябинских святых, святых Челябинской епархии. Он, конечно, никогда не жил в Челябинске и не служил здесь. Все мы знаем, что митрополит Петр был местоблюстителем Патриаршего престола. Родился он в Воронежской губернии, жил и работал в Москве. Учился там изначально в Московской академии. В 1920 году патриарх Тихон предложил ему принять монашеский постриг, священство, епископство и стать его помощником в деле управления церковью. Петр Федорович принял его предложение. Почти сразу после своей архиерейской хератонии он получил первый срок. Три года провел в ссылке. В 1925 году после смерти Патриарха Тихона стал местоблюстителем Патриаршего престола по завещанию Патриарха Тихона. И с того времени, вплоть до своей смерти, почти не находился на свободе, так или иначе пребывая то в ссылках, то в лагерях, то в тюрьмах. Ну и в октябре 1937 года тройка НКВД, вот как раз по Челябинской области, святитель Петр был приговорен к расстрелу. И 10 октября в 4 часа дня приговор был приведен в исполнение. И священномученик Петр был расстрелян в тюрьме города Магнитогорска Челябинской области. В 1997 году он был прославлен в лике священномучеников. И с этого момента Челябинская епархия считает митрополита Петра Крутицкого особым покровителем Уральской земли. Вот поэтому не столько рождением, и не рождением, и не жизнью, и не служением в Челябинске, но именно своей мученической смертью Петр Крутицкий связан с Уральской землей. Батюшка, поделитесь, что лично для вас значит служить в храме во имя этого святого? Ну это довольно радостно и приятно быть священником храма в честь священномученика Петра Митрополита Крутицкого, потому что кто-то из святых, я не помню кто, говорил о том, что святым нужно не только молиться, а прежде всего подражать. А подражать нужно святым близким нам по времени и по образу жизни. Нас же, как правило, окружают святые очень далекие от нас, и по времени, и по месту, и по образу жизни, по культуре, по образованию, по мировоззрению. То есть это преподобные, юродивые, святители, мученики. Им очень сложно подражать, а порой практически невозможно это сделать. Вот, например, мы читаем житие Марии Египетской, или Ксении Петербургской, или Семена Верхотурского, или Николая Чудотворца. И вот возникает ощущение, что подражать им практически невозможно, потому что это люди совсем другого плана, совсем другой культуры, совсем другой эпохи, совсем другого мировоззрения, образа жизни. И возникает ощущение, что спасение для нас невозможно, потому что мы не можем быть такими, какими были эти святые. И вот в этом смысле Петр Крутицкий – это такое утешение для православных христиан, потому что это святой, который очень близок к нам, и которому можно подражать. То есть он жил сравнительно недавно, он жил в нашей стране, он не был монахом, но он стал им в конце жизни, но всю свою жизнь практически он был обычным человеком, светским человеком. Он не был постником, он не был молитвенником. Большую часть своей жизни, в течение которой сформировалась его святость, он был обычным светским человеком, обычным верующим человеком. Вот такой обычный верующий человек стал святым. То есть он не сделал в сущности ничего сверхъестественного. Он просто жил по закону совести, был нормальным верующим человеком. И если мы вчитаемся в его житие, мы увидим там массу каких-то деталей обычной жизни, вновь повторюсь, обычного светского человека, которые в итоге сделали его святым. Ну вот, например, он не стал епископом до революции, когда епископство сулило вкупе с его академическим образованием, сулило ему нормальную, радостную, безбедную жизнь в славе и почете. Но он стал епископом после революции, когда епископство сулило только гонение и смерть. Он был бессеребрянником, он очень спокойно относился к деньгам, у него не было какой-то большой собственности, у него не было квартиры в Москве, он жил у своего брата. Ну и так далее, и так далее. Всем рекомендую перечитать его житие, может быть, прочитать впервые, и вы увидите, как становятся святыми в наше время. Вот, и поэтому повторюсь, мне очень приятно, что такой святой, святой нашего времени является нашим храмовым святым. Того храма, в котором мне посчастливилось служить. Спасибо большое, Вальшко. Дорогие друзья, с нами был клирик храма в честь священномученика Петра в Челябинске Ирей Петр Устинов. И у нас короткая пауза, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Как всегда, в середине часа у нас короткая сводка новостей. Саша, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. В Патриаршей и Синодальной резиденции в Данилово монастыре в Москве состоялась встреча Патриарха Кирилла с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, главой Курганской митрополии. Перед началом встречи представитель Русской Церкви сказал собравшимся, что личная встреча с губернатором и правящим архиереем имеют для него большое значение, так как позволяют знакомиться с актуальной и достоверной информацией о жизни в регионе. Губернатор рассказал Патриарху о переменах, происходивших в экономике и социальной сфере области. В ходе беседы обсуждалось множество аспектов церковно-государственных отношений на региональном уровне, а также вопросы социального служения и развития церковной жизни в Курганской митрополии. Христианские церкви Иерусалима объявили день совместной молитвы о жертвах войны и призвали все стороны конфликта прекратить военные действия, чтобы спасти жизни невинных людей. Вместе с тем иерархии просят Израиль разрешить доставку гуманитарных грузов к газу, чтобы пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, что на сегодняшний день после ракетных атак из сектора газа Израиль объявил о полной его блокаде. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В совместном заявлении главы Иерусалимских церквей призвали верующих провести минувший вторник в посте и молитве за всех пострадавших в войне. Подобное заявление сделал и Папа Римский во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Он отметил, что за время конфликта погибло множество людей. Инициативу поддержал и Всемирный совет церквей. В японских СМИ комментируют строительство православных храмов на Курилах. На сайте главного издательства губернатора Хоккайдо появилась статья, в которой ее авторы пишут о том, что, цитата, русская православная церковь активизирует деятельность на северных территориях, а также утверждают, что в этих событиях, цитата, налицо политическая цель при помощи веры сдержать социальную дестабилизацию на четырех островах и усилить их администрирование. Речь идет о состоявшейся недавно закладке храма во имя Святой Живоначальной Троицы в центре Курильска на острове Итуруп. И об этом освящении места под постройку храма в честь великомученика Феодора Тирона в селе Малокурильское. Не обошли стороной в статье и архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора. Цитата, это тот человек, который обратился к военным с просьбой установить на маяке на острове Кайгара креста и кону, что свидетельствует о связях православной церкви с армией. Постоянный интерес у японцев к тому, что происходит на Курильских островах, свидетельствует о том, что правительство Японии не намерено оставлять притязания на острова, которые они считают своими. Это пока все. С Богом в новый день! Дорогие друзья, на этой неделе в столице Подмосковья проходит международный фестиваль средств массовой информации «Вера и Слово». О целях и задачах этого форума мы поговорим с нашим дорогим гостем Владимиром Легойдой. Доброе утро! Мы знаем, что организатор фестиваля «Вера и Слово» — синодальный отдел по взаимоотношениям церкви, сообщества МСМИ, который вы как раз возглавляете. Как вы оцениваете эти взаимоотношения? Можно ли назвать их конструктивными? Безусловно, современные отношения церкви и общества весьма конструктивны. Церкви и общества, церкви и государства — это не значит, что они беспроблемны. Но наш фестиваль и есть одна из площадок, где представители общественных организаций, наряду с представителями церкви, естественно, и представители государства, государственной власти ведут откровенный разговор о том, что сегодня происходит в жизни вообще, в том числе и во взаимоотношениях наших друг с другом. Владимир Романович, фестиваль заявлен как международный. Кто еще помимо России принимает участие в форуме и какие цели ставят организаторы? Я как раз смотрю сейчас последнюю справку по делегатам. У нас есть делегаты, естественно, представляющие епархию нашей церкви из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Эстонии, Узбекистана. Так что, в общем, наша церковь так или иначе практически во всей своей полноте, вот с учетом тех сложных событий, которые сегодня происходят на международной арене, она представлена. Владимир Романович, нынешний фестиваль уже десятый по счету. Мы хотим вас спросить, что изменилось со времен первого форума? Православных средств массовой информации стало больше, их качество как-то улучшилось. И в чем самая большая проблема православной журналистики сегодня? Изменилось очень многое, тем более, что у нас фестиваль проходит раз в два года. Изменилась и система медиа довольно серьезно. Наблюдается довольно серьезные изменения даже при подготовке к фестивалю. Мы все время ищем каких-то новых экспертов в новейших направлениях развития медиа. И вот на нынешнем фестивале тоже довольно много будет обсуждаться вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта, с развитием благосферы, новых медиа так называемых. Каковы последние тенденции? У нас будут присутствовать ведущие специалисты в этих направлениях. Конечно, главным центральным событием фестиваля всегда является встреча делегатов со святейшим патриархом, которые имеют возможность, делегаты имеют возможность во время этой встречи задать святейшему свои вопросы. Это все у нас будет присутствовать, я надеюсь, Божьей помощью и в нынешнем фестивале. Если говорить о ситуации с православными СМИ, то, конечно, с 90-х годов проделан огромный путь. И многие из нас были свидетелями и участниками этого пути. И я могу точно совершенно сказать, что если в 90-е годы и в начале нулевых острейшим образом стояла проблема профессионализма, общецерковные СМИ нуждались в профессионалах, были люди готовые работать, но они не всегда обладали должными навыками, умениями, опытом, то сегодня я могу сказать, что если взять общецерковные СМИ, которые для всей церкви существуют, или будь то телеканал «Спас», радио «Вера», многие другие интернет-ресурсы, медийные ресурсы, связанные с ФОМОЙ и так далее, это высокопрофессиональные медийные компании сегодня, которые ни в чем не уступают, а где-то, может быть, даже в каких-то своих специфической сфере и в каких-то отдельных вопросах, может быть, даже дадут эфору каким-то светским, отдельным светским ресурсом, по крайней мере, во взаимодействии с ними мы это наблюдаем. Если говорить о проблемах, то, собственно, фестиваль посвящен тому, чтобы обсудить то, как нам адаптироваться к меняющейся медийному ландшафту, потому что информационно-технологические изменения настолько быстро сегодня происходят, что не всегда, конечно, медийное сообщество в целом, это касается и наших СМИ, успевает адаптироваться к этим новым условиям. Думаю, это одна из проблем, которая требует консультации и обсуждения. Очень важно, и это как раз одна из задач на дальнего отдела по взаимоотношениям в церкви, с обществом и СМИ, стараться, чтобы в прессе было как можно меньше случайных или намеренных искажений в церковной жизни. А что реально для этого можно сделать? Что зависит от нас? Конечно, мы должны максимально решать те задачи, о которых я говорил чуть раньше, и здесь от нас зависит именно возможность присутствовать вот в этом медиасветском пространстве или самим создавать повестку, поскольку новые медиа как раз-таки и дали нам возможность намного более серьезно влиять на общемедийную повестку, хотя, конечно, сегодня настолько многообразен этот медийный ландшафт, что присутствовать везде чрезвычайно сложно. И это, конечно, отдельная большая тема, но эпоха больших вещателей, когда главной задачей было пробиться вот к большому вещателю, и он обеспечивал тебе существование повестки на большие группы людей, и сегодня эта задача, сегодня этот вопрос решается иначе, и сегодня намного более сложно доходить до больших аудиторий, чем это было раньше. Но, тем не менее, мы продолжаем работать, и надеемся, с Божьей помощью эти поставленные задачи будем решать. Владимир Романович, спасибо большое за очень содержательную беседу, а я напомню нашим дорогим телезрителям, что с нами на связи был глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легоида. На часах без четверти, а это значит, что мы можем узнать о наших современниках, которые приняли мученическую смерть в годы гонений. Сегодня православная церковь молитвенно чтит память исповедника Гавриила Игошкина, архимандрита Меликесского. В пасхальное утро вызвал меня начальник лагеря и грозно приказал мести лагерный двор. Товарищ начальник, сегодня великий праздник Пасхи, нарушать его не буду. Тогда начальник вызвал надзирателя, который, обрив наглого мне голову и сбрив бороду, отпустился насмешкой. Вот тебе, попе, святая Пасха. Эти строки в своем дневнике в 1936 году написал заключенный Ухтинско-Печорского лагеря игумен Гавриил Игошкин, будущий преподобный исповедник Русской Православной Церкви. Имя Иван Иванович Игошкин. Год рождения – 1888. Место рождения – деревня Самодуровка Городищенского уезда Пензенской губернии. Образование – двухклассное духовное училище в селе Русский Качим Городищенского уезда Пензенской губернии. Должность – настоятель Никольской церкви города Меликес Ульяновской области. Арестован по обвинению в антисоветской настроенности и агитации. Приговорен к 10 годам заключения. За три тюремных срока по надуманным обвинениям отец Гавриил Игошкин пробыл за решеткой 17 лет. Кроткий и смиренный священник ввел аскетическую жизнь. Он был необычайно строг не только к себе, но и к церковному причту. Он не терпел пьянства и безнравственности, поэтому быстро наживал себе врагов. И те, кому были не по душе его замечания, писали клеветнические доносы правящему архиерею, уполномоченному по делам религии и в органы государственной безопасности. Последний срок, 10 лет лагерей, архимандрит Гавриил получил уже после войны, в 1949 году, когда, казалось бы, гонения на церковь стали угасать. Этапом в товарном вагоне в лютые январские морозы его отправили в лагерь Кемеровской области. Так Гавриила привел камеру к уголовникам. Начальник лагеря думал, что его в первую же ночь убьют в этой камере. Но когда отец Гавриил вошел в эту камеру, то он сказал мир всем. Сказал, что он священник и попросил позволения помолиться. Поначалу заключенные возмущались, но потом притихли. Вскоре рецидивисты выбрали отца Гавриила старшим по бараку и все делали только с его благословением. Священник вел беседы с заключенными, исповедовал их, отпевал умерших. В барак, в котором содержался архимандрит Гавриил и Гошкин, приходили даже надзиратели, чтобы послушать проповеди и беседы священнослужить. По освобождению отец Гавриил отправился в город Мелике с Ульяновской области. По его словам, молиться за своих врагов. Из лагеря он вернулся совершенно больным человеком. На служение в храме сил уже не хватало. Однако он беспрестанно совершал литургию на дому. В июне 1956 года отец Гавриил совершил последнюю поездку на родину, в Пензенскую область. Он обошел пешком близлежащие села, в домах служил божественную литургию, крестил младенцев, совершил последнюю панихиду на могиле родителей. Родился Иван. Это имя будущий архимандрит получил в крещении в глубоко религиозной семье. С детства он познал тяжесть крестьянского труда. Однако в семье настаивали на обучении грамоте, потому что отец его, Иван Павлович, считал, что образование – ключ к чтению священного писания. В деревне никаких школ не находилось, поэтому ему приходилось ходить для обучения за 10 верст. В ближайшую эту школу имел трудолюбие, усердие в трудах не только в земных, но и в духовных. И он с юных лет учился молитвам. Потом, после научения грамоте, он уже сам читал священное писание. В 15 лет Иван Гошкин поступил послушником в Жадовский Богородице Казанский монастырь. Потом 8 лет верой и правдой отслужил Отечеству в армии, а по возвращении был рукоположен в диаконы Свято-Троицкой церкви города Покровска, куда вынуждена была переехать семья Гошкиных. В 1922 году вместе с архиепископом Уральским Тихоном отца Иоанна перевели в Москву, где он до 1928 года служил в Покровском храме Марфо-Мариинской обители. Работая в архиве ФСБ, мы нашли целую такую папку с доносами. И вот в одном из этих доносов говорилось о том, что якобы есть в обители такой священник Иоанн. Он очень молодой, но слишком уж он почитается людьми. И едут к нему со всей России, и считается, что он имеет дар прозрения. В 1931 году к тому времени уже игумен Гавриил был обвинен в систематической антисоветской деятельности. Когда преподобный исповедник Гавриилу допрашивали впоследствии, его допросы поражают такой невероятной стойкостью. Я, когда это все читала, была потрясена, потому что он не сдал ни одного человека. Он был настолько прямолинеен, что даже я иногда думала, ну как же так? Ну, ведь понятно, что он говорит неправду. Но он понимал, что любое имя, которое он назовет, будет предательством. И он посадит этих людей. Три года он отсидел в Вишлаге в Пермской области. Так начался его крестный путь. Впереди у архимандрита Гавриила еще будут Бутырка, Ухта и Сибирский Мариинск. Лишь в 1955 году священника оставили в покое. Верховным судом приговор был приостановлен. Архимандрита освободили из-под стражи и полностью реабилитировали. В том же году будущий исповедник вернулся в Меликес. 15 октября 1959 года за три дня до смерти отец Гавриил увидел необыкновенный свет, а в нем Господа, и разговаривал с ним. После этого видения монах попрощался со всеми, велел крестить его с головы до ног, окинул взглядом все четыре стороны света и тихо заснул. Такой мирной, блаженной христианской кончины Господь сподобил отца Гавриила. 20 августа 2000 года на архиерейском соборе Русской Православной Церкви архимандрит Гавриил Игошкин был причислен к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников российских. А сейчас отправляемся в путешествие по святым местам России на очереди Дивеева. Дивное Дивеево – так называют это благодатное место, которое поражает своей историей и красотой пейзажей и архитектуры. Православные святыни Дивеевского монастыря – это не только святая канавка, храмы, источники, это еще и часовни. В самом монастыре их четыре. Когда преподобный Серафим основал здесь в Дивеево новую девичью общину, на земле которой пожертвовал ему генеральша Постникова, Матерь Божия дала ему несколько условий, которые надо было соблюсти. Надо было для этой новой девичьей общины построить два рождественских храма. Они были пристроены Казанской церкви. Надо было поставить мельницу-питательницу, чтобы было на что сестрам жить. И надо было окопать территорию канавкой. Вот эти условия надо было соблюсти. Построенную в 1827 году по указанию преподобного Серафима мельницу перенесли на окраину монастыря. А на ее месте в 1895 году была поставлена часовня. После событий XX века от нее остался лишь фундамент и одна фотография. По ней в 2004 году часовня была воссоздана и освящена. Сейчас это излюбленное место паломников, ведь здесь раздают сухарики батюшки Серафима. Так было и до революции. В часовне раздавали не сухарики, сухарики батюшки Серафим сам раздавал, а здесь раздавали муку, которую маловали на мельнице. Вот такая была традиция в Старом Дивееве. Еще одна монастырская часовня посвящена батюшке Серафиму – надкладезная. Она была устроена в 2012 году на Соборной площади для того, чтобы паломники могли набрать воды и утолить жажду. Большая чаша, в ней крест, из него льется водичка. Водичка непростая. Водичка та самая, которая находится под монастырем. Под нами большое море, Саровское море, вот так вот можно сказать. И вот эта вода вытекает из креста, который установлен в этой часовне. А освящена она нашими монастырями Саровским и Дивеевским. Вот такая-то особенная часовня. Об истории монастыря, времени его создания напоминает эта киот-часовня, установленная здесь в 2000 году. Она находится на месте первоначальной Дивеевской общинки, той, которую основала матушка Александра Дивеевская. Она находилась вот здесь. Здесь, с северной стороны от Казанской церкви, которую матушка Александра построила, был пожертвован небольшой кусочек земли. И на нем поместились три домика деревянных. В одном жила матушка Александра с Келеницей, в другом жили три послушницы, а третий дом предназначался для тех паломников, которые шли на богомоле в Саровскую пустынь. Вот с этого вот начиналась наша обитель. А в наше время уже на том самом месте, где стоял домик матушки Александры, поставили вот эту самую киот-часовню, так она называется. Ну, обычно часовни бывают как беседочки, да, носят какие-то стеночки бывают. А здесь вот именно киот-часовня, то есть вот киотик, на котором четыре иконочки. Но иконы имеют отношение к нашей первоначальной общине. На четырех стенах часовни помещены мозаичные иконы преподобной Александра Дивеевской, ее небесной покровительницы, мученицы царицы Александры, святителя Николая, первомученика архидиакона Стефана. Именно с такими престолами, посвященными в честь святителя Николая, первомученика архидиакона Стефана, стоялась здесь, в селе Дивеево, деревянная церковь, у порога которой присела отдохнуть от долгого пути, первоначальца нашей обители, матушка Александра. И вот ей явилась тогда Матерь Божия и сказала, что это то самое место, о котором она говорила в Киеве, матушке Александре, и что она должна здесь жить и угождать Господу. И обещала свести на это место благословение со всех своих земных уделов. Еще она сказала, что места, равному Дивеево, не было нет и никогда не будет на свете. Вот о каких вещах напоминает эта киотт-часовня. Со времен старого, дореволюционного Дивеева осталось не так много зданий. В советские годы многое было разрушено, что-то разобрали и перевезли в другие места. Сохранились соборы и несколько зданий, в том числе это перед Благовещенским собором в начале Канавки. Это старинная водокачка с часовней над святым источником. У нас было две водокачки. Одна была механическая, вот здесь вот, а вторая – конной тяге в восточной части монастыря. Ну и вот отсюда вода проходила в несколько корпусов. То есть в начале 20 века сестры жили со всеми удобствами уже здесь, в Дивеево. Ну и над скважиной с водой была поставлена вот эта часовня. Она сейчас недействующая, в ней находится одно из наших послушаний. Паломники приезжают в Дивеевский монастырь из самых дальних уголков земли. Пройти с богородичной молитвой вдоль святой канавки, посетить святые источники, увести с собой не только добрые воспоминания, но и сухарики батюшки Серафима, и святую водичку, исходящую из подземного Саровского моря. Сегодня в День памяти первосвятителей Московских. Давайте прочитаем им молитву. О, всехвальные святители Христовы и чудотворцы Петри, Алексея, Иона, Ермогений и Филиппе! Примите сие малое моление от нас грешных, к вам прибегающих, и теплом вашим предстательством. Умолите Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, «Якода, презрев на ны милостивно, дарует нам согрешение наших вольных и невольных прощений, и повелится своей милости, избавит нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных и телесных, обдержащих нас, да подаст земли плодоносей и вся я же на пользу настоящего жития нашего потребное, да дарует нам скончать и жить и есть я привременное в покаянии, и да сподобит нас грешных и недостойных, небесного Царства Своего со всеми святыми, славить Его бесконечное милосердие, с обезначальным Его Отцем и святым, и желтарящим Его Духом во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 18 октября. Среда. Церковь молитвы начнет память первых святителей московских. Христос приходил на землю вовсе не для того только, чтобы сообщить людям несколько новых теоретических положений. Он приходил, чтобы создать совершенно новую жизнь человечества, то есть Церковь. Так говорил священномученик Иларион Троицкий. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом, друзья! В новый день! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня. Субтитры создавал DimaTorzok